Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Обращаю ваше внимание, что вы смотрите не развлекательную передачу, а новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Из второго юбилейного выпуска вы узнаете о прогрессе в создании подвижного состава, о стадии разработки машинного зрения, строительства объектов струнного транспорта Юницкого в Объединенных Арабских Эмиратах Республики Беларусь, а также еще об одном важнейшем событии в истории создания прорывных транспортно-инфраструктурных комплексов Skyway. А теперь обо всем этом подробнее. С вводом в эксплуатацию нового производственного цеха на его площади был перемещен сборочный и электромонтажный участки. В связи с этим в первом корпусе была произведена перекомпоновка производственных площадей. Участок вакуумного литья, токарно-фрезерная группа, а также два станка с числовым программным управлением перемещены на новое место. Слесарно-сварочный участок расширяется и дополняется современной системой вытяжной вентиляции. В ближайшее время ожидается поставка вертикального пятиосевого обрабатывающего центра производства корпорации ОКУМА. Обо всем этом и не только мы расскажем вам в одном из следующих новостных выпусков. В испытательном центре Skyway работа также набирает обороты. На стенде, имитирующем контакт токоприемник третий рельс с искусственными неровностями, проводится испытание токосъемного устройства собственной разработки на эквивалентных скоростях до 170 км в час. Проведена ранняя валидация, то есть оценка полнатой конструкции, обеспечение требуемого функционала и отсутствие избыточности элементов, система мультимедиа для салонов транспортных средств Skyway. В данном методе были опробованы визуальные и акустические схемы информирования, быстродействие, а также интерфейс. Такой вариант оценки предотвращает недочеты на стадии зарождения проекта и помогает определить достаточность элементов, что особенно важно для минимизации финансовых вложений. Организована рабочая группа по созданию внутреннего документа по затяжке резьбовых соединений. По единой системе конструкторской документации каждое резьбовое соединение требует обязательного указания момента затяжки на чертеже, либо ссылку в нем же на некий документ, регламентирующий четкие указания по затяжке с указанием момента. Так как существуют сборочные чертежи с наличием более полусотни различных резьбовых соединений, сейчас прописывание всех моментов затяжки занимает определенный промежуток времени, что в свою очередь замедляет процесс выдачи конструкторской документации. Существуют стандарты Республики Беларусь и ГОСТы, регламентирующие моменты затяжки определенных классов соединений, а также соединений деталей из различных материалов. Этот внутренний документ позволит восполнить недостаточность информации существующих и, как следствие, ускорит работу конструкторов, избавив их от необходимости внесения данных рекомендаций в технические требования к чертежу. В данный момент наша компания продолжает тестирование системы машинного зрения с целью обеспечения безопасности движения транспортных средств SkyWay. Для повышения эффективности ее работы используется технология Sensor Fusion – слияние данных от датчиков различного типа. На видео, которое мы представляем вашему вниманию, идет обучение интеллектуальной системы машинного зрения на реальных объектах с использованием данных от разных датчиков – оптического и радиолокационного. В Республике Беларусь была подана заявка на воплощение первого коммерческого проекта SkyWay – строительство линии Unilight. В плановом режиме продолжаются работы по строительству объекта в Королищевичах. Что касается инновационного центра SkyWay в Объединенных Арабских Эмиратах, то за прошедшую неделю в Шардже были выполнены следующие работы. Подготовка деревянных стен гостевого дома под покраску. Часть наружных стен уже была окрашена. Устройство полов, прокладка оставшихся коммуникаций, а также монтаж окон в гостевом доме. Наружный отдел канкерных опор. На уходящей неделе рабочие уже приступили к подготовке внутренних стен. Начаты работы по устройству фундаментов промежуточных опор второй линии. На строительную площадку начали поступать металлоконструкции с завода-подрядчика. И самая главная новость недели – окончен монтаж путевой структуры. Под личным руководством Генерального конструктора закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Анатолия Юницкого были произведены обкатка, испытания и настройка систем, а также программы управления тропическим юникаром. Не буду снова подробно рассказывать о событии, ставшем одной из главнейших новостей в странах Персидского залива в конце прошлой недели. В инновационном центре Skyway состоялась успешная демонстрация первой линии и данного транспортного средства в действии высшему руководству Эмирата Шарджа, а впоследствии представителям многочисленных организаций региона, вовлеченных в наш проект. Таков традиционный краткий отчет о прогрессии в развитии технологии Skyway за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов Skyway, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект и о вас без лишней помпы будут говорить не слова, но дела. Строй Skyway! Спасай планету! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова